мы много раз говорили об ущербных отношениях это история о том как люди живут вместе без любви у кого-то страх одиночества заниженная самооценка любовь к страданиям и много других причин а вот сегодня я хочу обсудить еще одну интересную причину этих ущербных отношений это разрушительный порочный сценарий отношений слушайте внимательно человек влюбляется и сначала у него все замечательно он в эйфории находится у него все хорошо но испытывает состояние влюбленности а вот дальше начинает включаться сценарий сценарий разрушения например из-за неуверенности и за недоверие из-за ревности и в конце концов даже из-за страха перед отношениями чек начинает рушить эти отношения задавая ненужные вопросы провоцируя на конфликт выражая ревность выражая недоверие отношения становятся напряженные и он опять попадает в привычную из детства для себя то что то детский сценарий это детский сценарий отношения мальчиков с мамой и девочек с папой конфликтных тяжелых отношений отношений без любви а потребность любви существует но вот я еще раз повторюсь страхи неуверенность заниженные самооценка недоверие и ревность они начинают эти отношения рушить и тогда человек который к определенному возрасту уже много раз попадал в такое состояние и в такие отношения то есть он пытался любить и у него из этого ничего не получалось он конечно думал что причина не в нем что причина в партнере и там его недостаточно любят его предпредали ему изменили его не уважают с ним не считается тут много причин проблема в том что он начиная с выбора этого партнера заканчивая разрушением отношений ведет к тому чтобы превратить свою любовь в страдание у него очень четко опять же с детства и понятно и близко ему картина сценарий о том что любовь это просто страдание и ничего хорошего естественно в этом не видит и когда он уже ему не 20 лет а ему уже больше лет и он уже много раз попадал в такие ситуации он как бы внутренне отказывается то что он специально говорит я больше любить никого не хочу нет это происходит естественным путем так сказать организм не строня не склонен к саморазрушению и человек начинает жить без чувств вообще это секс может быть смена партнеров какие-то отношения построены на тех же деньгах на материальных интересах даже просто на общих интересах на дружести в конце концов отношениях где может быть кто-то даже никогда не живет а просто встречается кто-то живет но потому что вот так удобнее жить при этом не испытывая никаких чувств не ожидая никаких проявлений со стороны партнера тем вот при дефиците любви все равно он себя чувствует ну скажем так в безопасности потому что как можно сказали ранее опасность представляет вообще выражением чувств каких-либо как только он чувствует что он влюбился ему уже плохо становится прямо самого начала потому что он боится что он недостоин что его бросит что его отвергнут чтобы не попадать во все эти ситуации человек выбирает себе такую достаточно одинокую внутреннюю эмоциональную одинокую жизнь не обязательно что она в реальности одинокую он может жить при этом с кем-то но он как бы участвует я бы сказал чисто физически в этих отношениях это не затрагивает его эмоциональную сферу почему да потому что так безопасно вот о чем я хотел сегодня поговорить я думаю что многие из вас то есть сейчас меня слушает даже сейчас находятся таких отношениях уж точно находились в этих отношениях много лет и с разными людьми а до этого находились других отношениях о которых я сказал в начале то есть пытались выстроить какие-то чувства проявить эти чувства полюбить кого-то и большинство людей кстати также импонирует когда их любят но из этого ничего не получился поэтому вот жизнь сейчас такая поделитесь своими соображениями что вы сами об этом думаете было ли с вами такое почему с вами это происходило вот о чем бы я хотел послушать вас дорогие слушатели гриша из пензы пишет что темы грустные кто бы спорил гриша но она не грустная она на самом деле вполне себе позитивные потому что задача не поговорить как это плохо а поговорить о том как из этого выйти тут же петр спрашивает дать я еще раз напомню телефон три шесть три три шесть пять девять смс девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять код девять восемь пять петр пишет это все понятно как выйти из этого петр понимаете чем дело я например не знаю что понятно вам понятно то что я рассказал мне самому понятно потому что я эту передачу и придумал но говорить надо конкретных ситуациях и конкретных людей потому что общие разговоры они вообще ни о чем я как сказать задал вектор да я объяснил что люди с детства попадая вот в такие сценарии когда даже ребенок то не знаю любит своих родителей да они в его понимании его не любят а он еще маленький поэтому он пытается либо способом завоевать там их любовь и он боится что его отвергнут что его бросить что на кого-то применяет из родителя например сравнивают его с там не знаю старшим или младшим братом или сестрой или соседом или с одноклассником и для него любовь уже в детском возрасте но есть абсолютно болезненный характер и дальше когда человек вырастает то он вот этот сценарий болезненный продолжает дальше нести свои отношения и трагедия заключается в том что он испытывает боль то есть у него знать как у собаки павлова лампочка как только он испытывает первое чувство влюбленности она это чувство уже окрашена вполне себе негативные тона ему уже плохо он уже начал страдать потому что первая мысль которые сопутствует его влюбленности что он недостоин что его бросишь на кого-то поменяет что это вообще не его что ним он этого не заслужил что с ним этого быть не может и так далее естественно это влечет за собой определенное поведение которое приводит именно к тому чего он боятся боится поэтому петр дорогой чем теоретизировать я и говорю давайте конкретные примеры своей жизни тогда мы сможем разобраться в общем как из этого выйти выходить надо из своей собственной ситуации они за этой истории вообще дальше у нас сообщение пчут не дописаны я не пресекаю такие отношения то что любовь хоть и не пришла на время не ждет приходится механически исполнять роль влюбленные в надежде что вот-вот я не очень понимаю кроме того что здесь не дописаны даже имени не стоит как это механически исполнять роль влюбленный вот если бы дорогая моя позвонили бы объяснили механически выполнять ролик влюбленный мне может быть стало бы немного понятнее а евгений пишет наверное так происходит один достаточно индивидуальности людей найти выход в коллективизме для них проще наташа помнишь нашу евгений из москвы который в каждой передаче пишет вот ты понимаешь что он хотел сказать да еще раз прочитаю гений вы прежде чем написать вы попробуйте сами вслух произнести то что вы пишете если для вас смысл будет понятным я с удовольствием поддержу беседу очень часто из того что вы пишете поэртически половина непонятно вы загадочные деньги вот смотрите еще раз попробуем вслух произнести наверное так происходит от недостаточной индивидуальности людей услышали да второе предложение 1 найти выход надо в коллективизме для них проще вот подумайте что хотели сказать я вообще не понял ни слова коллективизм и проколхозные движения что вы имеете ввиду какой коллективизм сава 22 года из петербурга блин это при меня походу а что делать с этим как построить нормальные отношения сава дорогой вот по ходу про вас я понимаю а о чем про вас я не понимаю это у вас есть своя история как пишет вам только что евгений индивидуальные вот если вы ею поделились я бы что-то мог на это сказать александр спрашивает как отличить простое привыкание друг другу быть дети и т.д. и страсть проходит а привычкой просто хорошие отношения остаются узнать в каком-то по-моему фильме было сказано это замечательная фраза может быть она просто фильм перекочевала из литературы а фраза была такая когда к тебе придет любовь ты это почувствуешь или поймешь или узнаешь а когда человек задает такой вопрос то скорее всего не любит потому что когда он любит он не спрашивает что это такое привязанность быт дети и так далее любовь действительно разная не всегда это страсть но это то чувство которое не вызывает у вас сомнений или вопросов а что это такое вы это сразу понимаете что это оно и есть антон добрый вечер здравствуйте спасибо интересно очень тему озвучили никогда в жизни не задумывался на тема почему любовь ассоциируется с болью и вот вы прям сегодня просветили у меня всякий раз когда я влюблялся в жизни появлялась именно чувство душевный какой-то более а вы не можете сказать вот конкретный приват историю описать конкретную реальная начинаем даже вот с первого раза когда я влюбился к вам лет было мне может более 12 было но с одной стороны мне страшно сильно хотелось быть человеком которого я любил как мне тогда казалось сейчас люблю умность может быть но при этом а я испытывал колоссальную внутреннюю боль постоянно а то сахаром сейчас лет мне 30 будет через там две недели но не принято заранее поздравлять поэтому не могу скажите пожалуйста а вот не 12 лет а вот из последнего ваша опыта но последний там год два пять лет когда я влюбился может быть года три назад девушка сейчас я в браке у меня ребенок жена но когда я уезжал от нее я испытал такую колоссальную боль но она была в другой стране место в аэропорту вы с ней прощались есть просто крикнул беги потому что я горящих не вынесу я вот вспомнил даже песню по пугачева пела что расставание маленькая смерть вот это вот было точно а как вам удалось все таки преодолеть этот сценарий его сейчас брать его жена и все как бы хорошо я так понимаю но это конечно ну но я могу сказать что вот чтобы примерно понимали ощущение мои я вот писал даже стихи любить больно это прекрасно любить больно это это ужасно чувство тревоги и сейчас на ощущение боли вот что приятно жена то же самое продолжается нет жена у меня нормально все но я пришел к выводу что я для себя объяснил что все предыдущие чувства это была идеализация то есть я не любил реальных людей я любил какой-то образ я еще пока не могу разобраться какой и я пришел к выводу что настоящая любовь это скорее служение человеку это терпеть это служить это уважать это потребности другого человека антон она не религиозные дать про ваша мама немножко поговорим про ваше отношение с мамой в детстве ну их не был практически почему такая была советская семья я был на 5 дневки в детском саду то есть с понедельника по пятницу и вас только на выходные забирали летом я был у бабушки с какого возраста ну наверно с лет 3 понятно а потом вас отправили летом бабушки да понятно и мама у вас как бы получается не очень присутствовал в вашей жизни в детстве я всегда когда я участвую мне прямо светили конечно я когда мне отправляли в сад или бабушки я на взрыв продал понятно вот антон тут не в религии дело более того ваша идея терпения и служения то есть желание угодить говоря по-русски то есть дайте я вам объясню что это значит это значит что просто так я не могу быть счастлив для того чтобы меня любили мне надо что-то делать для этого мне надо там служить угождать как вы говорите удовлетворять потребности только чтобы мама забрала меня домой а мама домой до пятницы я так понимаю не забирала и вот это состояние боли при любви оно возникло конечно вот в этом раннем детстве очень хорошо что вам удалось преодолеть этот сценарий и иметь нормальную семью и нормальные здоровые отношения я не знаю какие чувства у вас с женой друг другу но тем не менее сейчас как я понимаю все хорошо поехали дальше поехали дальше Сергей из Ярославля описанное вами было несколько лет но стал встречаться с мудрой девушкой которая помогла разорвать этот круг так что наряду со своими усилиями может помочь и любимый человек это очень интересная тема насчет любимого человека дело в том что если напитайте поговорим сначала о мужчинах там немножко сценарии то разные хотя во многом похожи вот мужчина да встречает вот такую мудрую девушку которая в общем то любит его если она с ним то уж как минимум она дает ему что называется аванс она говорит да я твоя бери меня а он не может взять он как бы сначала пытается это сделать а потом ведет себя вот то что я сказал в начале подозрительно ревностно неуверенно выясняя отношения провоцируя на всякие ситуации и в результате девушка просто теряет ему интерес она рада бы ему помочь но ей нужен как бы нормальный адекватный мужчина ему ей не нужно чтобы с ней каждый пять минут выясняли отношения спрашивали а где ты была а с кем ты сейчас разговаривала а почему ты задержалась с работы а откуда у тебя вот это вот а цветы вот на работе в семь восьмого марта нет а это тебе кто а кто сейчас звонил а почему ты телефон свой не показываешь а почему ты сказал что к маме на три часа поехала уже прошло четыре в пробке стоишь и с кем ты стоишь в пробке и вот это бесконечный бред и даже если ты такие достаточно сейчас тупые примеры привожу они мне самому неинтересно есть примеры более тонкие когда в таком ничего не значащем разговоре мужчина например проявляет свою неуверенность как слабость и женщина она ну теряет со временем конечно к этому интерес а мужчина в этой ситуации говорит ну я же говорил я же знал что у меня действительно чувство сопровождается драмой болью как сказал антон трагедии это как бы не мое мне нельзя мне только плохо от этого поговорим теперь о женском сценарии женщинам гораздо больше чем мужчинам свойственно чувствовать и как бы вести себя как жертва то есть женщины которые сразу начинают задавать вопросы почему ты мне не звонишь почему ты не взял трубку а где-то был выходные и так далее она тоже провоцирует то что мужчина перестанет с ней считаться и скорее всего от нее просто откажется потому что мало кто хочет иметь отношение с жертвой дарья добрый вечер добрый вечер михаил наконец до вас дозвонилась очень приятно да да вот я на самом деле хотела поделиться историей у меня с подругой честно говоря я уже не знаю как ей помочь дело в том что у нее изначально с детства было так сложилось то что родители развелись потом а родители собственно говоря ей не уделяли должного внимания они даже элементарно ей не занимались ни уроками ничего вот и элементарно там не могли с ней пойти покататься на коньяках вот и так получилось то что у нее даже первые походы из дома были где-то в возрасте 12 лет когда она брала свои вещи да и просто уходила куда-то и причем даже при этом родители не беспокоились ну вот и что отец что мама у них у нее в принципе были с таким очень жестким характером она наблюдала постоянно какие-то ссоры вот и на данный момент так получилось то что то же самое у нее происходит в личной жизни тем более что у нее на данный момент двое детей она развелась слава богу потому что муж у нее был аналогии отца ну вот такой тиран и собственно говоря сейчас она встречается с человеком который собственно тоже периодически там и руку может приложить и собственно ну ведет себя честно говоря ну никак не достоинно да и тем более что и она причем считая себя ну она считаете сильным человеком и она считает себя а таким довольно таки она не говорит то что она мягкая или добра она говорит то что нет я злой человек но Но у меня есть, то есть мое мнение, я ей всегда говорила, что в принципе она добрый человек, да, и по жизни добрый, потому что она никому плохого ничего не сделает. Просто у нее жизненные ситуации так складываются, то что ей приходится быть жестким человеком, тем более у нее двое детей, вот, больше она детей иметь не сможет, вот, и сейчас встречается с человеком, который вот должен это принять как факт. А он, ну, вот у него все так же зависит от настроения, он вот сейчас хорошее и потом плохое настроение, все это еще на детях сказывается. А в чем вопрос? Вопрос, как вот помочь, как вот... Никак, она не хочет помощи, она вот считает, что он такой человек, и это ее жизнь, и это ее отношения. К сожалению, у многих людей, и вот за этой жесткой детской историей, вот вы сказали, что там папа тиран, да, они считают, что это и есть реальность. Так как они других мужчин не видели в детстве, а видели папу тирана, то когда они взрослые, им попадаются такие же молодые люди, они не считают, что это вам, может быть, глаза и уши режет эта картина, а для нее она привычная. Вот это проблема. Таких людей очень трудно сподвигнуть на ту же терапию, на психотерапию, потому что они не думают, что у них проблема. Ну, руку прикладывают, ну и папа прикладывал, ну нормально, любят вот так, ну вот человек такой просто не сдержанный. Вот и весь разговор. Ольга спрашивает, но прежде чем мы ответим, Ольга спрашивает, как это вообще отличить, либо человек, или находишься с ним в учебных отношениях. Оля, подождите, я сейчас Марине отвечу, а потом вернусь к вам. Марина, здрасте. Марина, говорите. Где у нас Марина, Наташа? Алло. Алло, добрый вечер. О, здрасте. Меня зовут Марина. Я это понял. Да. Я бы хотела вот задать такой, я даже не знаю, вопрос не вопрос. У меня ситуация жизненная, что я не могу избавиться от ощущения внутреннего одиночества. Несмотря на то, что как бы у меня достаточно внешне счастливый брак, двое детей, меня любит муж, но и у мужа, и в принципе у тех мужчин, которые в жизни не встречались, у них одна и та же претензия, со временем появляющаяся. В том, что я недостаточно даю или люблю и слишком сильный человек. И в какой-то степени якобы они меньше меня, они достойны меня. А выбирайте у всех мужчин слабее себя. Ну, как мне кажется, может быть, я, конечно, на каком-то этапе ошибаюсь, но и даже на данный момент мой муж, я считаю, что он очень сильный человек. И достаточно. То есть я вообще считаю, что в данный момент в моей жизни он достаточно серьезно меня давит. И чем больше я давит, что вы его не любите, он этим давит? Нет, он вообще, в принципе, когда я считаю, что достаточно, то есть, если в любой какой-то мелкой истории, там в каком-то споре, я абсолютно уступаю. На что раньше была не способна. И вот, если раньше, я думала, что мой недостаток в том, что я не способна слышать людей или идти на поводу, там, или как-то мириться с их слабостями, еще что-то. То есть я над собой, как мне казалось, я очень долго работала. И вот в браке уже 10 лет, вот сейчас, на данный момент. И как-то мне казалось, что это моя победа, теперь я могу мириться с ними. Да, но вы начали разговор старшего, и себя чувствуете одиноко, несмотря на счастливый брак. На данный момент, мне кажется, что несмотря от того, что как бы меня сначала, то есть мне казалось, что я была с одним характером, теперь с другим характером, но от этого ничего в жизни не меняется. Ну, конечно. Но одна из причин, одиночество, что вы действительно не любите. Что, который любит, он не один, а? Ну, а любовь это такое, очень понятно. Ну, как минимум, любовь, это я понимаю, что это мы можем часами обсуждать, что такое любовь. Давайте начнем с простых и понятных вещей. Если вы любите, и муж любит вас, то вы, например, уже не одиноки, согласитесь, логично, да? Ну, просто... То есть вы знаете, что есть человек, которого вы любите, и который любит вас? Ну, сейчас я думаю, что вот рост претензий, так скажем, ко мне как человек, он... Я понимаю, по какой... От того, что человек меня, ну, как бы, либо не любит, либо становится там дальше. Я понимаю, да. То есть причина какая-то есть, по которой вы как минимум не чувствуете, что любит вас. Давайте начнем с простых вещей. Второе, так как ваш муж и другие мужчины, говорите, имели к вам претензии, что вы сами их не очень любите, то не любите еще и вы. И последнее. У вас двое детей, наверное, вы их как мать любите, но они не создают в вас ощущение, так сказать, полноты жизни. Вы все себя чувствуете одиноко, несмотря даже и на наличие детей. Конечно, это проблема одиночества. И тоже, к сожалению, из детства. А сейчас я, с вашего позволения, вернусь к Ольге, которая спрашивает, как вообще отличить этот принципиальный вопрос. Любишь человек или находишься в ущербных отношениях? Отвечаю, Оля. Очень простой критерий. Если ваше чувство доставляет вам страдания и негативные переживания, то вы точно не любите, зато находитесь в этих ущербных отношениях психологической зависимости, и там можно много бла-бла, что там есть еще. Любовь исключительно радостное и светлое чувство. Любовь не опускает, а поднимает. Любовь точно не приносит боли. Но я прекрасно понимаю, что многие из тех, кто сейчас меня слушает, со мной просто категорически не согласны. Они считают, что любовь почему так? Любовь еще и страдания, и переживания, и слезы, и рыдания, и выяснение отношений, и расхождения. Я объясню почему. Когда Антон сказал, что его мама... Мама, он сказал, не была у меня мамы. То есть мама-то была. Но она сдала его на пятидневку и забирала его только, как я понимаю, на выходные, а когда были не выходные, а скажем, летом вообще отправляла его к бабушке. Что это означает для Антона и для тех, кто верит в то, что любовь бывает неразделенной, трагической и со страданиями? Это история о том, что первая любовь в жизни Антона, это любовь к его маме. И вот мама заставила его плакать. Он буквально сказал, что когда его отдавали на пятидневку, он плакал. И первый раз он почувствовал, что он любит человека, который заставляет его страдать и буквально плакать. Это сделала его мама. И дальше, когда Антон вырос, он вырос тем, что любовь, да, она обязательно должна быть сопряжена с этими страданиями. Он с этим родился. Он с этим вырос. И мама, как первая женщина в ее жизни, и его первые чувства к женщине, это чувства ребенка к матери. Вот они такие. И мама себя вела жестко достаточно. Конечно, все родители начинают объяснять, что там работать надо, деньги зарабатывать. И эта фигня, честно говоря, уже не одно поколение кормит и продолжает кормить до сих пор. Тем не менее, факт остается фактом, что Антон родился в ситуации и вырос в ситуации, где его проявление сыновей-любивей к матери вызывало у матери, но в его понимании, просто-таки агрессию. То есть она заставляла его плакать и насильно против ее воли заставляла его ходить на пятидневку и отправляться к бабушке. Он и там, наверное, тоже плакал. Но она была непреклонна. Конечно, когда такой человек вырастает, он привыкает к тому, что любовь сопровождается драмой. Продолжение следует...